Наталья Кучеренко с вами. Продолжаем рассматривать тему «Стрессы сегодня». Мы с вами рассмотрели виды, как происходят стрессы, причины стресса, как они проявляются и так далее. Сейчас у нас вторая часть, мощная такая, поработаем мы с методами, работой над стрессом. Итак, сначала мы с вами запишем в общем, какие методы есть, а потом попробуем немножко еще домоделировать сами. Что мы могли предложить на проработку разных видов стресса. Итак, методы работы со стрессом. Первый. Конечно же, однозначно попытаться разобраться, откуда этот стресс переходит. То есть, методом мозгового штурма или просто логической цепочки. Почему нервничаем, причина стресса, как возникла, как отреагировалась, в чем причина. Конечно же, в первую очередь, начинаем, как психологи говорят, беседа сам с собой. Почему это произошло. Чаще всего со стороны видней, поэтому было бы здорово, если вам кто-то помогал. И потом, когда уже мы понимаем, что мы находимся в стрессовом состоянии, а не в расширенном, помним, что такое расширенное состояние. Алкогольное, никотинное, травки, муравки, грибочки, химия, терапия, шишки и так далее. И мы тогда переходим конкретно. Самый быстрый, самый быстрый способ снятия стресса – это, дорогие мои, физические нагрузки. Для женщины великолепно, когда она бешеная приходит домой, не знает, ее никто не любит, никто не поважает, что он начинает делать? Тягать шкафы, делать перестановку, стирать белье, выбирать из шкафов, сбрасывать все на пол и разгребать все это. Доставать все из верхов, из низов, физические нагрузки. У мужчин это гаражи, у мужчин это, возможно, что-то, хребля ложкой, батонометание, может быть. Выход на природу, приводим все свои там запчасти для того, чтобы на шашлыки было нормально. Любая физическая нагрузка, любая. Для того, что, конечно, даже устраивать ремонт. Хотя мы в конце запишем 10 самых серьезных стрессов, один из них – ремонт. Но мы же стрессируем не когда мы его делаем, а когда мы к нему идем, когда мы нам понимаем, что нам нужно это поклеить, побелить, это все сделать, а когда же это все вынести, а когда же найти время, а где деньги взять, чтобы подешевле и так далее. Стресс-то идет к подготовке к ремонту, а уже когда ремонт наступил, все, уже хватит стрессовать. Начинаем работать, начинаем мебель тягать, нагружать все, а потом все это расставлять. Вот, и это уже идет методом, сколько не так, физическая нагрузка – это самое главное. Второй очень хороший метод – это спорт. Отдельным пунктом спорт великолепно. Это гантели для мужчин, это велотреки, это все, что связано со спортом, это боевые виды спорта. Очень хорошо, мы завтра механизмы защиты психики будем рассматривать. Это очень хорошо снимает стресс боевые виды спорта. В конце концов, просто походить, грушу помонтулить. Очень хорошо снимается стресс плаванием. Да, вот вид спорта как плавание – это отдельно просто. Плавание, опять-таки, это подвижность тела. Раз, между прочим, что делает вода? Она снимает зажимы мышц, что очень важно. Она расслабляет немножко тело, что очень важно. Поэтому спорт, он накачивая, он снимает зажимы. Великолепные все виды массажа, но должны делать только профессионалы. Если это делает ваша любимая половинка, тогда это должен быть полумассаж, полупоглаживание. То есть можно же не только напрягать мышцы и рвать их, а можно поглаживать, чтобы они успокоились. Вообще, мы помним по американским фильмам, когда показывают уставший мужчина сидит, женщина становится и начинает ему разминать воротниковую зону. Это самый первый способ спасти человека от стрессовой ситуации. Аккуратненько размять, чтобы эти мышцы не напрягались. Между прочим, один из мощных, если вы чувствуете, что здесь камень, все, вы в стрессе. Тогда что? Аккуратненько сидим и начинаем разминать, разминать, разминать. Дальше, хорошо работает спорт, хорошо работают отдельно танцы. Спортивные танцы, очень хорошо восточные танцы, вообще потрясающе. Во-первых, восточные танцы для женщин, для детей, для девушек это просто класс. Красивое тело, темперамент, энергия. И все переходит с негатива в позитив. В конечном итоге танец живота, понимаешь, чувствуешь ли женщина. У мужчины есть боевые танцы и так далее. Танцы работают великолепно. В конце концов, просто классические танцы. В парке и так далее. Это очень здорово, это очень красиво. Это переход, очень мягкий, корректный переход со стрессовой ситуацией. Дальше. Отдельно работает рыбалка и сбор грибов. Как только вы чувствуете, что вам совсем-совсем-совсем ноги не хлодят, да? Вы превращаетесь в робота, в лес по грибам. Нет грибов, ничего, хоть понюхайте цветочки. Порадуйтесь жизни. Я помню, с этой рыбалкой у меня было, я никогда не понимала о мужчинских рыбалках. Как там можно уставать? Муж приходит, боже, я так устал на рыбалке. Подожди, что я не поняла. Ты же там сидишь целый день и только удочку держишь в руках. Он меня раз с собой взял на рыбалку. После чего я его стала понимать и принимать. Рыбалка потрясающая. Во-первых, что она делает? Она концентрирует созерцание на поплавке, и вы про все на стыке забываете. Словомешалка как-то переключается на поплавок. Как-то вот все как-то переключается на поплавок. А когда мне муж дал удочку, я никогда не знала как, что с ней делать. И научил. Подсекаешь, ну это же мужчины классные, подсекнуло их. Я, конечно, подсекнула так, что я поломала удочку вместе с этими принадлежностями. Он терпиво мне там вторую удочку. Отвел меня, знаете куда? На пляж, где нормальные люди купаются. Это было 5 часов утра, понятно, никого не было. А сам в кушерях ловить рыбку. А я на пляже, говорю, радуюсь себе, знаю, что уже точно ни за что не зацеплюсь. И вдруг смотрю, у меня удочка чун-чун-чун. Вот я тогда поняла кайф рыбы. И она стала меня тянуть. Я стала радовать. Яра, 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 яра. Он привыгает, что? Глотуй. Да не с твоим частью. Ребята, вот такую рыбину вытащила. Он сказал, вот тут дуракам и перывакам завжды везе. Вот я тогда поняла, что это, ребят, я до сих пор, это 15 лет прошло. У меня до сих пор это такой восторг. И когда вот у меня состояние такое стрессовое есть, я только вяжу удочку с рыбкой и сразу мне клоп, щелк. Вот это вот рыбка. Удовольствие. Картинка. Удовольствие. Сразу переключается вот этот вот негатив в позитив. Можно еще один нюанс дополнить? Да, конечно. Очень интересную штуку, прорывалку прочитала когда-то. Что заключается, кольцуются четыре стихии. Поплавок всегда красного цвета. Заметьте, он не фиолетовый, а можно контрастный цвет любой выбрать. Четыре стихии. Земля, вода, воздух и красный поплавок. Это символ. Каково. Как интересно. Спасибо. Хорошая информация. Дальше. Очень хорошо работает вообще музыка. Музыка. Великолепные, релаксирующие музыки сейчас в море. Слушайте. Но слушайте опять-таки не в ушах, а вот слушайте фон. Аккуратненький, мягенький фон. Включайте и работайте. Музыка всегда на подсознании. Успокаивает и умиротворяет. Отдельная тема. Юмор и смех. Это просто неповторимо. Это неповторимо. Мы уже сами знаем. Если вы не способны к юмору, значит вы в глубоком стрессе. Поэтому любую ситуацию пробуйте переиграть. Рефрейминг. Попробуйте сделать из негатива позитив. Я толстая, но зато мягкая. Я не умею читать, но зато как ты поешь. Работаем. И тогда великолепно это работает. Следующий момент. Очень хорошо работают кроссворды. Мозговой штурм своеобразный. Когда мы просто-напросто разгадываем кроссворды. Книжки не включаемся мы. Когда мы думаем, что почитайте книгу. Как психологи говорят, отвлекитесь, почитайте книгу. Ага. Когда у вас в голове только одно. Меня обидели, оскорбили. Как хочешь отомстить? Сейчас. Кроссворды как-то немножко переключают. Потому что там картинки есть. И там точечные знания нужны. А не глобальная информация. Поэтому хорошо кроссворды, хорошо идут там игры. Очень хорошо игры идут. Спортивные игры. Это что там вариант? Тенниса, футбол. Вот когда начинается весна и осень, начинаются шашлыки. Не забудьте взять теннисные ракетки. Точнее эти подминтовые. Возьмите мяч. Хоть маленький, хоть большой, не имеет значения. Когда мы начинаем гонять, вспоминая детство, мы включаемся в наше детство. Мы включаемся в эту радость. Мы возвращаемся в детство и мы радуемся. И уходит сегодняшняя печаль. Уходит сегодняшние стрессы. Мы вдруг начинаем становиться моложе. Мы вдруг 400 раз больше смеемся. И так далее. Это все великолепно. Отдельно это вода. Использование воды во время стресса просто уникально. Нет возможности сейчас зима. Да. Куда там, каким бадминтон, какой там теннис, какой там мяч. Хорошо, если есть там коньки. Ну сейчас и коньки куда? На асфальт. Вот. Хотя есть ролики. Но опять-таки ролики скользко для этого. Да. Очень хорошо работает вода. Это водные процедуры в виде обливаний. В первую очередь. Но обливание не по Ивановской системе. Это однозначно. Почему? Ивановскую и Ивановскую систему нужно прорабатывать только при наличии мастера. Нельзя встать и ледяную воду вылить на макушку. Все говорят однозначно. Это определенная техника. Выход на Землю. Заземление. Вход в космическое пространство. Просьба. Там идет своеобразная медитация. Подготовки обливания ледяной водой. Поэтому обливание прохладной водой. Комфортно прохладной водой в ванной. Вот. Допустим. От уровня шеи. Или если на голову. Тогда обязательно надевайте шапочку. Вот. Обязательно. Тогда она немножко перекрывает. Вот. Первую чапку. Чтобы не было там блокировки ледяной водой. И не ледяной. А комфортно теплой. Комфортно прохладной. Очень хорошо контрастный душ. Но опять-таки многие его не приемлят. Скажу однозначно. Работает просто великолепно. Это уже эзотерика. Потому как. У меня бабушка учила. Холодная вода смывает негатив. Теплая вода закрепляет позитив. Почему? Когда всегда. Придешь и пошла домой. Обязательно помыть руки. Обязательно помыть до локтя. Если ты с кем-то работаешь. С кем-то прикасаешься. Знаете. Выкатываем яйца. Начинаем. Шаман. Я тебя люблю. А он про себя думает. Да чтоб тебе была радость над этой любви. Тогда раз. Мы же не знаем с кем мы общаемся. Пришли домой. В идеале сразу в прохладный душ. В прохладный. А потом обязательно. Притом в прохладный душ. И представляете себе как вот все сегодняшнее. Вот даже не знаете что есть. Просто смывается. Вот смывается. А потом. Горячей водой закрепили. Вспомнили. Боже мой. Мы сегодня встретили такую красивую женщину. Да. Или мы так сегодня смеялись на лекции. И вот в этом позитиве обливаетесь горячей водой. И закрепляете позитив. Холодное снимает. Горячее закрепляет. Имейте в виду. Если вы раздраженная. Обиженная. Больная. Пришли домой. И залезли в горячую ванну. Что вы сделали? Закрепили. И тогда еще тяжелее из тела его выводить. Хотя вроде бы что говорит горячая вода. Расслабляет мышцы. В этой ситуации она не расслабляет блоки. Которые вы получаете от стресса. Очень классно работают водопады. Если у вас есть возможность летом попасть под водопад. Или под бьющуюся воду. Знаете горную. Хоть чуть-чуть. Хоть пять минут. Хоть минуту. Постойте. Вот тут вариант падает на голову. Это вода текущая. Она вообще потрясающе чистит ауру человека. Поле человека. Она просто его омолаживает. Вот если есть возможность это сделать еще в свой день рождения. Это вообще просто уникально. Это просто обновление тела будет. Великолепно работает техника шлепания по лужам. Помним детства как мы любили шлепать по лужам. Мама кричала. Иди домой. Быстро обувься. Ну три-два и так далее. Оказывается она приносит радость. Можно сделать это очень просто. Залезть в ванную. Вот так вот налить воды в ванную саму. Тепленькая вода. Тепленькая. Опять-таки понимаем, что ноги можно просто. И постояли, и поштопали. Постояли, пошлепали, пошлепали, пошлепали. Потом кучки, носочки одели и пошли. Очень хорошо работают все вот эти технологии. Вода всегда это наш друг. А если вы еще и по зодиаку водной. Да? Рыба, рак, скорбик. Водолей и воздух им все подходит. Воздуху подходит все. Им все равно. Им главное дышать поглубже. Сейчас я буду рассказывать техники дыхания. Они очень тоже хорошо. Итак, вода. Великолепно. Следующий момент. Запахи. Слава тебе Господи, ароматерапия на сегодняшний день это не запрещенная наука. Просто берите в интернете, включайте ароматика или магия ароматов или ароматы в офисе и так далее. Безумное количество очень симпатичных рецептов. Единственное, что советую не покупать готовые смеси в аптеках, а покупать масла. Они достаточно сносные по ценам. Там 20-30 гривен. Очень надолго хватает. И придумать себе какую-то формулу для успокоения, для позитивного настроения, для снятия стресса есть формулы очень хорошие. Но, скажу вам однозначно, хорошо снимает стресс запах кофе. Именно запах кофе. При стрессе кофе пить нельзя. Мы об этом отдельно поговорим. Запах кофе либо молотого, либо свареного свежего. Вот он дает какой-то вот настрой бодрости. Очень хорошо снимает стресс запах зеленого яблока. Объяснить не могу, но снимает великолепно. Помните, в старинку лапушки всегда ставили на стол корзинку с яблоками или какую-то миску с яблоками. Запах яблок позитивно настраивает. Очень хорошо работает запах ванили и корицы. Вообще советуют сегодня пить утром кофе с корицей обязательно. Во-первых, корица притягивает деньги. По эзотерике, да. Корица притягивает деньги. Как и ваниль, но корица сильнее. И что такое ваниль? Это булочки. Это свежесть. Это свежесть, это все. Это очень интересно. Это запах свежего хлеба. Еще очень интересно работает запах свежеиспеченного хлеба. Опять-таки детство, опять-таки бабушки. Вы представляете? Вы приходите, раздраженные все, а заходите в квартиру, а там пахнет булочки. Все, какой там стресс. Сразу начинается вылеводилание. Уже начинаешь понимать, что нужно что-то там придумать, упросить. Запах свежеиспеченного хлеба всегда великолепен. И хорошо снимает запахи цитрусовые. Знаете, что такое запах цитрусовый? Это мандрины, это детство, это Новый год, это радость. А Новый год всегда радость. Поэтому вот эти вот запахи, они великолепно работают. Можно добавить сюда, чего там запах. Хорошо негатив в квартире снимает. Это мято-мелисса может быть. Мято-мелисса успокаивает. Запахи тоже могут работать, но у кого как. У кого-то оно работает, у кого-то нет. Хорошо, знаете, что работает? Запах крема для рук и крема для загара. А знаете почему? Ассоциация. Ассоциация. Загар это что? Ложусь отдыхать, ложусь на море. Крем для рук это что? Это запах рук мамы, когда я была маленькая, она меня гладила. Понимаете, что делает наш мозг? Он этими запахами возвращает нас вот в то счастье детства. Запах мяты, запах бананов и запах яблок снимают аппетит. Снимают аппетит, чтобы малый на углазе. Запах банана. Не съесть банан, а понюхать. Мята, яблоко и банан снимают аппетит. Итак, с запахами. Отдельная тема, опять-таки, бесконечно можно говорить. Сразу скажу. Самый гармоничный запах для офиса, например, это запах цитруса с легким запахом розы. То есть это может быть розмарин, например, и там лимон, апельсин и мандарин. Лимон и чуть-чуть, потому что сам по себе лимон агрессивный, вызывает агрессию. А в сочетании с мандарином и апельсином он дает очень тонкую красивую нотку. Есть запахи. Хорошо очень работают дыхательные техники, про которые я сейчас скажу. Хорошо работают дыхательные техники для знака воздуха. Итак, говорят, для того, чтобы успокоиться, нужно задержать дыхание, посчитать до 10 идей и потом идти разговаривать с начальником. Что там в этом есть? Как дыхательные техники я могу рассказать самые простые техники. Это дыхание по геометрическим фигурам. Дыхание по квадрату. Сейчас я объясню, что это такое. Вот смотрите. Что такое дыхание? Это вдох, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания. Так вот, предположим, что это задержка дыхания, это вдох, это задержка дыхания, это выдох. Как мы дышим по квадрату? Дышим на счет. Либо счет, как говорят, сердцебиение, или счет шага. Вот мы идем по улице. Раз, два, три, четыре. И чаще всего выбираем счет, который вам подходит на ваши легкие. Говорят, что нужно счет брать 4, 6, 8, 12. Вот, например, вдох на 4, задержка дыхания на 4, выдох на 4, задержка дыхания на 4. Я ходить не буду, я буду стучать по столу. Итак, вдох. Понятно, да? Но, опять-таки, обратите внимание, вдыхаем носом, выдыхаем ртом. Это важно. Вот. И вот так вот мы, когда работаем по квадрату, вот это успокоение, снятие эмоциональности. Если так 5-6 раз подышать, мы становимся более спокойными. Очень интересно дыхание по треугольникам. Вот тут я вам сейчас расскажу эзотерику. Что такое дыхание по треугольникам? Видите, треугольник перевернутый, треугольник правильный, стоячий. Предполагаем, что это вдох, это выдох, это задержка дыхания. Вот это дыхание по этому треугольнику подкачивает нам сексуальную энергию, подкачивает нам физическую энергию. Тело подкачивает. Вот смотрите. Поперло так подышать минуты. Голова пошла, поперла и хочется уже спасать человечество. Очень быстро подкачивается к действию, бежать, что-то делать, куда-то крутиться. А вот, знаете, тут вот и вниз, знаете, это показывает вниз подкачка силы земного, заземления. Первых чакр. А вот тут подкачка совершенно понятна. Какая? Мозга верхних чакр. И смотрите, какое здесь интересное. Вдох, выдох, задержка дыхания. Смотрите. Через 5 минут у вас вот такая будет голова. Вот такая голова. И вот тут хорошо учиться, получать знания, передавать какой-то опыт. Вот это называется подкачка. Вот когда вы начинаете дышать по счету, вы забываете про все свои проблемы. Сначала подкатались энергетически, потом мозги, а потом думаете, чем вы сейчас заняться? Вот кроме стресса, да? И есть еще одна фигура, это дыхание по кругу. Его еще называют медитативным дыханием. Это когда нет резкого остановки на задержку дыхания. Это задержка. Понимаете? Это называется вдох, выдох. И вы начинаете успокаиваться, умиротворяться. У вас уходят ваши истерики. У вас появляется внутреннее медитативное состояние покоя. Вообще дыхательное упражнение, есть очень хорошее упражнение в йоге. Кому это идет, познакомьтесь с этим. Но обязательно дыхательное упражнение йоги нужно заниматься тоже с мастером. Там есть специфика дыхания правой ноздрой, дыхание левой ноздрой, там закрывать и так далее. Но великолепно. Мне уже сказал мастер, что если хотя бы начнете, через два месяца вы без этого жить уже не сможете. Потому что совсем по-другому раз принимается мир. Тело привыкает к этому, уже по-другому не может. Итак, понятно. Великолепно снимаются стрессы за счет геометрических фигур дыхания. Дальше. Великолепно работает рукоделие. У мужчин свое. Машины собираем, разбираем, велосипеды чиним. Моторы раскручиваем, закручиваем. Там эти всякие болты, гайки и всего подобное. У женщин свое рукоделие. Повязать, повышевать. Кулинарии сюда великолепно. Каким мужчинам, такие женщины. А про дыхание вот это холотропное? Холотропное дыхание, оно... Знаете что? Холотропное дыхание убирает страхи и убирает, вот мы вчера говорили, психо... эти... психострессы вот эти. Психотравмы. Но холотроп, почему она опасна? Ее самой делать нельзя. Там может просто-напросто выйти из сознания и человек может, ну если не умереть, то быть в состоянии комы пойти. Потерять сознание. Да, да. Поэтому, там понимаете, там очень глубокое дыхание. Попробуй так выдышать, как минута. Попробуй вообще разведется мозги. Это великолепная техника, как ухода от стресса, вытягивания этих психотравум, это же по Грофу. Он разработал эту технику дыхания. Но там только при мастере нужно делать, чтобы был обязательно рядом кто-то другой, чтобы можно было человека в этом состоянии вытащить, остановить. Потому что когда мы входим в халатрубку полностью, мы не видим, мы не чувствуем окружения. И там вообще может даже устало выскочить наша душа. Там вещи опасные. Если просто так поразвлекаться. Вообще дыханием развлекаться нельзя. Развлекаться можно в тяжелом кофе. Прекрасно, да? Итак, что мы только говорили? Рукоделие и кулинария. Великолепно. Когда уж со всем хотим что-нибудь поразиться и не знаем, чем заняться, поразвлекаемся. Вы знаете, что есть 120 видов борщей? 120 видов борщей. 120. Я это прочитала. Вот и поразвлекайтесь. А между прочим, знаете, что такое борщ? Да, все говорят, что это Россия, говорят, что это они придумали борщи. Ну понятно. Мы придумали щи. Да, щи борщи. Борщи. Я когда писала магистрскую работу, я, конечно же, всегда самая умная, я писала работу, называется «Ментальность украинца». И это был 2003 год, тогда еще не было интернета, тогда еще не было распространенных компьютеров, и я бегала по... Самый дешевый вариант тогда был для студентки, это бегать по библиотекам. И я нашла очень много интересной литературы, в том числе и насчет борща. Так вот, борщ, оказывается, это придуман нашими казаками украинскими, которые потом Екатерина II уничтожила казачество, именно женщинами-казачками. Когда мужчины уходили на войну, и они возвращались побитые и разбитые, женщины варили борщи. Это был отвар из 12 овощей и 12 трав. И он назывался борщ. И женщины кормили своих мужчин после боев. И они поднимались почти молниеносно. Это был волшебный продукт питания для восстановления сил. Сейчас уже интерпретация борщей пошла другая. Ну и между тем, извините, съели тарелочку борщику с посолькой и с мясом, и чувствуете себя человеком. Как минимум и чесночком, и с сальцем. Да почнете, зараз почнете. Но готовить нужно столько в хорошем настроении. Это даже не обсуждается. Если в состоянии страха, переживания, страха, значит, снимайте вообще приготовление. Вообще снимайте приготовление. Можно замесить тесто? Можно, да? Потому что с ним едят другое дело. Да, да. А вы знаете, что сейчас очень модно делать тесто и бросать в морозилку. Вот это как раз тот случай. Мороз что делает? Он вымораживает эмоции. Мороз вымораживает эмоции. Это очень интересно. Поэтому если вы в ней летели, вымезли тесто. Да что, тебе эти пельмени были? Самые пельмени. А в этом раз морозилочку бросили, сорили пельменчики и соседей угостили. Чуть-чуть-чуть. А вы сейчас примете зачастую монету. Вареники с салон. Так. Дальше. Очень интересно еще работают техники простукивания. Вы об этом почти не слышали, но это чистая психологическая технология простукивания. Кто-то слышал, да? Да. Можно уточняющих вопросов? Да, конечно. Например, мы говорим сейчас о том, что когда кто-то нервничает, постукивает по столу, да? Нет. Не всегда. Мы сейчас говорим совсем о другом. Хорошо. А второй вопрос. Если нервничает и стучит по столу, второй сидит рядом, и его это раздражает. Вот вчера у меня точно такая же случая. Я иду в транспорте домой вечером. Возже меня стоит женщина и держится рукой за поручень. И вот так вот делает пальцем. Это как раз перед моей мордой. Вот так вот делает. Раз остановилась. Я думаю, ох, слава тебе, Господи. А я же не могу сдвинуться. Это не один тик уже. Это называется вот эта вот внутренняя сустава-мешалка. Ну, я что сделала? Ну, сказать, уже что-то, рот закрою вообще. Остановила мешалку, изобили свою память с моим носом неприлично. Я развернулась и ушла. В этой ситуации лучше, ну, оставить это. Потому что это называется нервный тик. Это называется, когда человеку нужно вот разбить посуду, побить тарелки или побить подушки, да, мы знаем, по восточным техникам, снятие стресса, это что-то разбить, предложить какую-то физическую схему, подраться, потусаться, побить подушку, порвать тряпки, простыни в конце концов. Вот этот случай, когда мы начинаем изучать, лучше бы она порвала бумагу. Кстати, великолепное снятие стресса. Жмакать бумагу, урвать ее и бросать. Великолепно. Что такое стресс, повторяем? Это зажим. Что такое мы делаем бумагу? Мы ее комками. Мы что делаем? Мы снимаем зажимы. Мы начинаем тело в действие приводить. Мы яростно сжимаем, сжимаем, потом взяли, самый быстрый снятие стресса, но, к сожалению, уже посуды жалко. В Новостоке есть специальные комнаты для снятия стресса, где есть комната для битья, посуды. Они потом взяли платье, это совсем другая история. Есть комната для битья начальника, груша висит. Есть комната для битья подушек. Это все называется снятие стресса через физическое тело. То же самое, что мы говорили о спорте, то же самое, что мы говорили о ремонте. Что-то хотели еще спросить? Идем дальше. Постукивание немножко другое. Это называется постукивание по биоточкам. Постукивание по биоточкам. Это снятие эмоционального напряжения, в том числе стресса и даже внутренних обид на себя. Постукивание проходит, как берутся три пальчика. И начинается постукивание аккуратно, аккуратно, постукивание по макушке где-то с полминутки. И про себя говорим, я ходю в себя, я ходю в себя, я ходю в себя, я ходю в себя. Следующее, это у нас идёт что? Третий глаз. Прикрыли глаза и постукиваем. Потихонечку, потихонечку. Все хорошо. Дальше постукивание идет по наружным глазкам. Вот так, аккуратненько. Все хорошо. Во-первых, мы параллели еще и занимаемся массажем кожи. Потом постукивание идет по центру носа. Вот так вот. И мысленно мы это простукивание ассоциируем с позитивом. Все будет нормально, все сложится, все сладится. Дальше постукивание по верхней губе. Потом постукивание по подбородку. Постукивание по ключицам. Одна, потом вторая. И постукивание в районе груди. Вот тут подмышки. Одна и вторая. Тело можно пока оставить, но если зажимы здесь в груди, то можно, если страхи выживания, то тогда включаем. А вообще вот эта вот техника, это просто великолепно. Она просто великолепно работает. Успокаивается. Очень быстро видит снятие стресса. На физическом теле в нашем мозге начинает включаться немножко по-другому. Возможно, возможно, не знаю, не пробовала. Возможно, даже будет сниматься мигреневая боли. Возможно. Да. Итак, методы успокоения мы с вами просмотрели. Ну вот. Дальше. Для того, чтобы стресс немножко... О! Знаете что? Еще спазмы. Успокоение спазм. Спазмы горла. Да? Вот когда слезы душат. Вот как можно снять? Это переливать воду из стакана в стакан. Фонтаном. Знаете, как габочую рыбу на кучу, чтобы он не писался? Снимается спазм горла, да. А если это неудобно делать, например, на улице тебя что-то раздвижается, и так дальше? Можно представить, что ты это делаешь? Да. Это действует точно. Оно будет действовать слабее значительно, но в принципе, но хотя бы сначала вы попробуйте. Вот сейчас я пробила по этим точкам, и у меня осталась прямо энергия. Вот прямо осталась в этих точках энергия. Вот. Возможно, это сработает. Не знаю. Нужно пробовать. Я стакан в стакан. Так вот, снятие спазма в горле, да, когда хочется плакать. Вариант фонтана. Из стакана в стакан переливать воду раз. По глоточку пить медленно воду. Но хорошими глоточками, полными два, тогда снимается спазм. Говорят, чтобы успокоить что? Дать стакан воды. Вот это вот оно, снимается с пазмом горла. Так? Полоскать водой рот и держать воду во рту. Понятно, что на обидчика не переливать эту воду. Вот это, мне кажется, больше было плакать. И так это снимается хорошо. Это очень быстро успокаивает мозг и снимает спазм. Есть ли спазм рук напряжения? Вот то, что я вам говорила. Великолепно комкать бумагу и бросать в корзину. Что происходит? Внимание и концентрация на корзину. Комканье бумаги. Это механика негатива. Дальше ломать карандаши. Видели там, бывает, что ломать. Так бы там ни было, но все-таки можно, если не ломать, то хотя бы рисовать и крутить карандаш. Вот хотя бы рисовать и крутить карандаш. В руке он включает это вот снятие спазма. Очень хорошо рвать бумагу. То, что мы с вами говорили сюда же. Отдельно комкать бросать, отдельно рвать. Вот. И, конечно же, вязание и вышивание. Это как снятие спазмирования рук. Даже тот же триммер рук, между прочим, хорошо работает. И спазмы ног. Спазмы ног. Это быстро ходить. Снимает конфликты и снимает немножко стресса. Особенно, когда спазмируется икры. Быстро ходить и топать пятками. Да? Силу волю проявлять. Ходить так быстро-быстро. Еще сюда выходят водные процедуры. Можно обливать ноги. Кстати, у меня бабушка учила. Знаете, что? Яблочным уксусом обтирать ноги. Я образовываюсь, чтобы он подсул. Он очень интересно подпитывает мышцы. И стирка вручную. Стирка вручную. Снимает спазмы антирукт, так и ног снимает стресса. Так? Маленький перерыв. Вот так, продолжаем. Питание при стрессах. Питание при стрессах. В первую очередь табу на крепкий кофе и крепкий чай. Табу. Потому что, оказывается, кофе, он еще больше спазмирует мышцы, когда много его пьем. А мы, наоборот, пытаемся много кофе пить, думая, что там мозги будут работать. Нет. Возможно, даже потом блокировка будет. Вот. Поэтому кофе и крепкий чай, особенно черный, нежелательно. Желательно, если пить чай зеленый и с лимоном. Зеленый чай можно бесконечно пить, но только с лимоном. Потому что, чтобы вы понимали, зеленый чай сам по себе в большом количестве, он вымывает калий из организма. И только с лимонным супом этого не происходит. А черный? Желательно, черный во время сильного стресса не пить. Если черный, так очень сладкий. Тогда это, возможно, еще как-то компенсируется. Еще один момент. Нельзя во время стресса есть фастфуды. Нельзя есть фастфуды. Нельзя есть лёгкие углеводы. Это булочки, пирожные, мороженые, тортики и так далее. Почему? Лёгкие углеводы остаются и идут нам, вот человек говорит, что во время стресса человек полнеет. Притом набрать вес может молниеносно. А лёгкие углеводы типа радость. Говорят, что сахар приносит радость. Ничего подобного. Радость приносит на двадцать минут шоколад. И не плитка, а кусочек. Я когда ехала в элитричке, возле меня села женщина. Вот с такой плиткой шоколада, вот с такой. И начинает его чалкать. Кусок, кусок, кусок. Я говорю, что вы делаете? У меня, говорит, стресс. Я говорю, поняла. А что ж так это? Так сказали сладкое повыше есть. А она уже вот такая. Она уже не вмещается. Думаю, о, да. То есть шоколад, да. Но, во-первых, только двадцать минут монарный. Но черный, понятно же, шоколад. Вот он более-менее. А так легкие углеводы желательно во время стресса все-таки не потреблять. Следующий момент питания. Очень важно, очень важно. Есть острую пищу. Горчица вообще является антистрессовой добавкой. Антистрессовой. Горчица, хрен и перец щели. Перец щели в любых вариантах. Сушеный, вареный, жареный, пареный, мороженый, консервированный. Я, знаете, что делаю? Я перец щели покупаю, когда он дешевый. Заливаю уксусом и оставляю на три-четыре месяца. Боже, какой же он маринованный, вкусный. Но уксус я, конечно, беру яблочный домашний, а не магазин. Острая еда. Что она делает? Она снимает очень быстро блокировку стрессовую. Я говорю, знаете, рецепт от Натальи Якучеренко. Когда вы в состоянии стресса, возьмите сырой перец щели красный и откусите кончик и станьте его жевать. Гарантирую, в ближайших 15 минут, кроме как о воде, вы больше ни о чем думаете. А потом уже дальше уже работаете. Острая пища, она что делает? Она начинает что? Гонять кровь. И, во-первых, застоя крови не будет. Во-вторых, будет хорошо работать функция головного мозга. Включается быстрее поток человека. Почему нужно физическим трудом заниматься нагрузками? Потому что начинает кровь гоняться. Если вам так тяжело взять лопату, съешьте чили. Вообще считается, что горчицу... Вот помните, кто помнит старину, раньше бабушки, всегда в этих столовых стояла горчица, хрен и соль. Или уксус и соль. Считается, что хрен это идеальный продукт питания. Во-вторых, он улучшает пищеварение. Его нужно вообще практически есть совсем подряд, если есть такая возможность. У него же нужно сделать мягче и так далее. Итак, острая пища. Имбирь и куркума. Дорихия моя женщина. Это женская добавка к пищу. Это пряности, женские пряности. Имбирь, куркума и крица. Это то, что позитивно настраивает, восстанавливает, перец чили и сюда еще хорошо идет... Как он называется? Индийский перец желтого цвета. Кари. Кари, спасибо. И кари. Оно. Дальше. Очень хорошо питаться сложными углеводами. Кари. Это каши. Вот. Притом цельнозерновые каши. Великолепно конкретно пшено. Потому что у пшена очень много калия. А калий это является продуктом, восстанавливающим нервную систему. И тогда человек не так стрессирует. Калий, бананы, курага. И все продукты калия. Туда же входят и молочные, кисломолочные продукты. То есть в идеале нужно есть творог, кисломолочные продукты, сухофрукты, орехи и обязательно пшено. Пшеная каша. Как хотите. Запеканки, что, что. Но я лично пшено не люблю. Но есть другие заменители лично для меня. Я очень люблю гречку. А гречка это что? Это великолепно работает на сердце и на функции головного мозга. Я очень люблю лист, например. То есть цельнозерновые. Я очень люблю переловку. Знаете, ее нужно... Я не люблю переловку, вы просто не умеете ее готовить. Называется так. Великолепная вещь. То есть цельнозерновые каши. Вот. Как очень сложные углеводы. Рис и так далее. Очень хорошо работают белки. Белки. Белки это легкое мясо. Это белое мясо. Это рыба и белое мясо. Конечно же белки это молочные продукты. Конечно же белки это соевые продукты. Но мужчинам сою нежелательно. И так далее. Вот. И очень хорошо работают овощи и фрукты. Желательно сырые. Притом овощи. Знаете, что самое интересное? Оранжевые. Оранжевые овощи. Сейчас это у нас что? Перец. Это у нас тыква. Да? Ну перец хоть и есть, но работает. Это у нас морковка. Вот. И это у нас хурма. Вот это вот хурма. Это сезонная пища, которая просто уникальна для сердца и для снятия стрессовой ситуации внутри. Чтобы не задерживаться. Это и фрукты, и хурма, и все-таки. Цитрусы идут хорошо, но цитрусами аккуратно. Отдельно могу сказать о зелени. Зелень и отдельно об орехах, как отдельно. Орехи вообще потрясающие. Потому что они имеют, во-первых, там аминожирные кислоты. Там определенные жировые там компоненты. И они очень долго перевариваются в организме. То есть, когда есть не хочется. Там орешек два, почищенных, съедаются. И идет насыщение организма, и человек в лучшем состоянии. Находится в лучшем состоянии. Так. Фрукты все. В любых вариантах. Яблоки. Вообще фруктовые салаты с йогуртом. Это уникальный продукт питания во время стрессового ситуации. Это то, что касается нашей еды. Отдельно я, опять-таки, у меня на флешке есть информация. Отдельно очень подробно описывается. Но, опять-таки, должно быть много калия. Должно быть много железа. Должно быть много фосфора. Силен обязательно должен быть. Притом, силен можно просто в аптеке купить. Сейчас. И обязательно витамин С. Обязательно. Яйца. Сальце. Витамин С. Витамин С. Подрукты питания. Еще знаете, что бы я хотела вам сказать? Запишите. Самые распространенные 10 стрессов, которые нас разрушают. Самые распространенные 10 стрессов. На первом месте это смерть близких и родных. Смерть близких и родных. Как раз. Замешаю. Прекрасно. Карбаруц. Карбаруц. Если погибает близкий человек. Это преодолеть. Завтра будет механизм защиты психики. Рассматривать это как раз вот для этого. Когда погибает близкий, включается минимум 3 механизма. Завтра мы их просмотрим. На втором месте по разрушению стрессы это болезнь или травма. Серьезная болезнь или травма. Бегали, бегали, бегали. Вдруг сказали, попали, не дай Бог, Господи, под автокатастрофу и началось. Травма. Ногу сломал, не дай Бог. Позвоночник болит, не можешь ходить и так далее. На третьем месте это разводы. Разводы. Это очень тяжело. Особенно детям очень тяжело. Это почти невозможно ребенку пережить. На третьем месте по разрушению. На четвертом это финансовое затруднение. Когда не знаем, как выйти из этой вот кабалы. Но опять-таки психология денег за мной. На пятом месте это потеря работы. Потеря работы. Слава Богу. Слава Богу. А у каждого по-разному. Мы же работу не теряем, мы ее временно не имеем. Понимаете, терять можно капции. Потерять можно судьбы. А работу потерять невозможно. Мы ее всегда себе выходим. И знаете, всегда говорят, что нужно не работу искать, а нужно ее создавать. И совсем по-другому все включается. На шестом месте это свадьба. Свадьба, свадьба. Господи, наконец-то собрались, наконец-то поженились. Все знают, все с него собралось. Только полгода собирались, свадьбу сделали, сыграли. Дети развелись, родители долги отдают. То есть это потрясающий стресс, радостный, но это все-таки стресс. Дальше это переезд на новое место. Это кошмарни, это простыка, это жуткий стресс. Собрать все. А еще если не сильно помогают, это еще и само поедание. Собрать. Так, дальше. На восьмом месте ремонт. Подготовка даже скорее всего не сам ремонт, а так далее. Да. На девятом месте рождение ребенка. В наше время это супер стресс. Рождение ребенка. И на десятом выход на пенсию. Успешный. Успешный выход на пенсию. После рождения ребенка. После рождения ребенка. Между прочим, вот эта вот установка, дожить бы на пенсию, сабдеповским вариантом. Собрать. Работаем ради пенсии. Работаем на пенсию. Работаем для пенсии. Когда мы получаем эту установку или живем в ее, чаще всего половина людей, которые в этой установке, они через пару лет после получения пенсии просто умирают. Потому что мозг не имеет дальше программы, не имеет дальше миссии. Как жить, чем заниматься. Да. А боль? Ну вот если такая, ну, боль причина, ну не знаю. Боль чего? Чувствовать сильную боль. Ну, порезающую, душевую, физическую, да. Они говорят, что это как бы стресс для организма. Да, конечно. Но опять-таки, если мы будем брать эту боль через психосоматику, мы порезалируем. Надо сразу включать, почему, в какой момент этот порез произошел. По психосоматике, если вы что-то готовите и думаете в это время о ком-то плохо и порезали руку, это вам предупреждение. Прекращайте думать негативно. Вы разрушаете отношения с этим человеком. Вот. Боль – это предупреждение. Если тело болит, это значит, вы еще живы радуетесь. Ну, там, если есть какие-то вопросы отдельные, то я не говорю, просто нет времени просматривать. Да. Я еще не могу сказать какого-то выхода из стресса, что путешествия помогают на разу вам. Супер, спасибо. Путешествия. Для мужчин, наверное, это вождение. Вождение. Вождение? Нет, нет. Но для меня это стресс. Тридцать процентов людей стрессируют, когда садятся за руку. Но не в городе. Ну, скажем так, один из видов для части людей – это работа. Потому что что такое, опять-таки, вождение? Это переключение внимания. Это переключение. Если ты это любишь, это тебе удовольствие. Я же про это и не говорю, что если это удовольствие, то да. Это даже не обсуждается. Вообще считается, что снятие стресса, если вы занимаетесь своим любимым хоббием, ваше хобби. Это стресса не будет никогда. Вот мое хобби, вот я счастливый человек. Моя работа, мое хобби, мой интерес и моя жизнь – это психология. Понимаете, я обожаю. Я обожаю разные тела искать. Вот вы сейчас мне дали девочку, теперь я буду разрабатывать психологию денег, психологию нищеты, психологию и так далее. Потому что это сейчас очень важно. Я хотела вам на прощание сделать один маленький подарок. На прощание сегодняшней лекции по стрессам. Я совершенно случайно в интернете, я просто это зачитаю. В интернете нашла очень интересную статью. Называется «Детям 60-70-х». Освящается. «Если вы были ребенком в 60-70-х, оглядываясь назад, трудно поверить, что нам удалось дожить до сегодняшнего дня. В детстве мы ездили на машинах без ремней и подушках безопасности. Поездка на телеге с запряженной лошади в теплый летний день была несказанным удовольствием. Наши кровати были раскрашены яркими красками с высоким содержанием свинца. Не было секретных крышек на пузырьках с лекарствами. Двери часто не запирались, а шкафы не запирались никогда. Вспомним все для нашей бабушки. Они вообще двери подпирали лопатой, значит, бабушки нет дома. Все. Мы пили воду из колонки на углу, а не из пластиковых бутылок. Мы никому не могли прийти в голову кататься на велике в шлеме. Ужас! Часами мы мастерили тележки и самокаты из досок, из подшипников со свалки. А когда впервые неслись в горы, вспоминали, что забыли от предела тормоза. После того, как мы въезжали в колючие кусты несколько раз, мы разбирались и с этой проблемой. Мы уходили из дома утром и играли весь день, возвращаясь тогда, когда зажигались уличные фонари там, где они были. Целый день никто не мог узнать, где мы. Мобильных телефонов не было. Трудно представить. Мы резали руки и ноги, ломали кости, выбивали зубы. И никто ни на кого не подавал в суд. Всякое бывало. Виноваты были только мы и никто другой. Помните? Мы дрались до крови и ходили в синяках, привыкая не обращать на это внимание. Мы ели пирожные, мороженые, пили лимонад. Но никто от этого не оттолстел. Потому что мы все время носились и играли. Из одной бутылки мы пили несколько человек и никто от этого не умирал. У нас не было игровых приставок, компьютеров, 165 каналов спутникового телевидения, компакт-дисков, 700-овых телефонов, интернета. Мы носились смотреть мультики с всей толпой в ближайший дом, где видников тоже не было. Зато у нас были друзья. Мы выходили из дома и их находили. Мы катались на великах, пускали спички по весенним ручьям, сидели на лавочке, на заборе, на школьном дворике и болтали, о чем хотели. Когда нам кто-то был нужен, мы скучались в дверь, звонили в звонок или просто заходили и виделись с ним. Помните? Без спросу сами. Одни в этом жестоком, в этом опасном мире без охраны. Как мы вообще выжили? Мы придумывали игры с палками и консервными банками. Мы воровали яблоки в садах. Мы ели вишни с косточками и косточки не прорастали у нас в животе. Каждый хотя бы раз записался на футбол, хоккей или волейбол, но не все попали в команду. Те, кто не попали, научились справляться с этим разочарованием. Некоторые ученики не были так сообразительными, как остальные и оставались на второй год. Контрольные экзамены не подразделялись на 10 уровней. Оценки включали 5 баллов. Теоретически и 3 на самом деле. На переменах мы обливали друг друга водой из старых многоразовых шприцов. Наши поступки были нашими собственными. Мы были готовы к последствиям. Прятаться было не за кого. Понятие о том, что можно откупиться от ментов или от кассетармии просто не существовало. Родители тех лет обычно принимали сторону закона. Можете себе это представить? Это поколение породило огромное количество людей, которые могут рисковать, решать проблемы. Создавать нечто, чего до этого не было, просто не существовало. У нас была свобода выбора, право на риск и неудачу, ответственность. И мы как-то просто научились этим всем пользоваться. Если вы один из этого поколения, я вас поздравляю. Нам повезло, что наши детства июня закончились до того, как правительство купило у молодежи свободу взамен ролики, мобилки, фабрику звезд и классные сухарики. Еще один момент. На самом деле в мире не семь чудес света, а гораздо больше. Просто мы с вами привыкли к ним тогда, в той жизни, и просто не замечали. Ну разве не чудо? Первое советское средство после бритья. Помните кусочки газеты? А такое чудо, как тюнинг автомобиля «Москвич». Помните? Пятикопеечные монеты по периметру лобового стекла. Меховый руль, эпоксидная ручка с коробкой передач с розочкой. И, конечно же, милицейская фуражка на заднем стекле. А резинки от трусов – это же чудо! Она прекрасно держала трусы, колготки и варежки. А пирожки с повидлом – ну разве не чудо? Никогда не угадаешь такой стороны повидлом язык. А такое чудо – мясо за форточкой. Помните? Полез доставать она, хлопай, не упай. А чудесный мамин развод я тебе сейчас куплю, но это тебе на день рождения. А бабушкина фраза волшебная – только банки верните. А холодильник ЗИЛ, помните этого? Бандита с одной ручкой. Дергаешь ручки – сыпятся банки. А, кстати, что до сих пор в холодильнике лежит на дверце сбоку? Нет ни яйца и ни кетчуп. На дверце сбоку лежат лекарства. А бесплатная медицина – тоже чудо. Врач один, очереди две. Одна по талону, вторая по записи. И еще есть третья. Я только спрошу. Да сколько же было этих чудес на свете? Маленькое окошко из кухни в ванную. Что там, смотрите, объясните. А обувная ложка? А зубной порошок чистит как серебро, так и зубы? А писающий мальчик на двери туалета? А телевизор Рубин? Берешь плоскогубцы, тын-тын-тын, крутишь программу. А трусы съесть, плавки с якорьком, помните? А молоко в треугольниках? А вы говорите, семь чудес света. Мы раньше много чего делали такого, что сейчас и в голову не придет. Более того, если ты сегодня хотя бы раз сделаешь то, что делал тогда, тебя не поймут, а еще придумают за сумасшедшего. Ну вот, например, помните автомат из газированной воды? Там был еще один стакан. Один на всех. Сегодня никому и в голову не придет пить из этого стакана. Сегодня еще украдут стакан через пять секунд после того, как остановит автомат, а потом за ним и утащат сам автомат. А ведь раньше пили из этих стаканов все обычное дело. Да и никто не боялся подходить к какой-нибудь заразе. Кстати, эти стаканы использовали для своих дел и местные пьяницы. И представьте себе, вот это представьте, они их возвращали на место. Не верите? А тогда это было обычное дело. И вот идет человек и пузыри выдувает. Потом бац! И розовые ошметки по всему лицу. Сегодня нормальный человек так поступит? А тогда обычное дело, потому что были необычные жвачки. Из этих жвачек выдавались шикарные необычные пузыри. Как тогда жвачки были не для калиеса. Мы даже не знали и подумать не могли, что жвачки бывают для калиеса нужные. Она просто не существовала такого понятия. А еще раз, можно было с утра выйти на улицу, вдохнуть полной грудью и пойти фиг знает куда. Не по делам, просто так. Да раньше мы многое что делали просто так. Сегодня это подвластно только алкоголикам и бомжам. А тогда это обычное дело. А люди, вешающие простыни на стенку, выключающие свет, бормочи и что-то себе подносят в темноте. Секта? Нет, это обычное дело. Раньше в каждом доме проходила церемония, которая называлась в зрительной дыхании диафильма. Помните это чудо? У кого сейчас работает дом диапроектор? Или вот человек с такой плоской штучкой в руках. Эта штучка постоянно пищит, а человек бормочет. Ой, вот тут много яиц. Нет, с таких крысными яиц я не справлюсь. Псих? Нет. Продвинутый чувак. Обычное дело. Вспомните. Наша высочайшая технология, электронная игра. Ну погоди. Какие там компьютеры с трехмерной графикой? Тьфу! Вот яйца ловит. Вот это вот высота. Дым валит едкий запах по всей квартире. Дощечка такая с письменами. Что вам представляется? Индийский великих жрец? На самом деле это выжигание. Обычное дело. Миллионы советских детей выжигали открытки маме на 8 марта. Мамочка, поздравляю с международным женским днем. Желаю тебе мирного неба над головой твоему сыну велосипед. Обычное дело. Кружок был, да, выжигание в том числе. И вот, еще сидят в ванной, причем на опущенном стульчике, причем в темноте. Притом там только красные фонари светятся. Что? Догадались? Обычное дело. Печатали фотографии. Вся наша жизнь на этих черно-белых фотографиях, отпечатанных собственными руками, а не бездушным дядькой Кодеком. Но вы же помните, что такое фиксаж? Девчонки, а вы помните резинку, игру? Удивительно, но ни один мальчишка на свете не знал правил этой игры. А сбор макулатуры в школе до сих пор мучает вопрос, для чем? Я ведь тогда весь папин архив плейбоя туда отнес. У меня ничего за это не было, нет. Только мама удивлялась, что это отец стал так придирчиво проверять мое домашнее задание. А портреты Горбачева без родимого пятна, помните? А ведь мы еще помним Джексона, когда он был негром. Да еще несовершеннолетний. Тогда это было обычно. Вообще очень много такого было необычного. Поездки на картошку, разбавленное пиво, но все равно было вкусно. А это взвейтесь кострами бочки с бензином, мы пионеры дети грузины. А кто курит яму и пегастам, у любая баба гаст. А опал, затянулся и упал. Тогда это было обычно и мы были необычными людьми. А сейчас по ошибке печатаем свой пароль в системном доступе на микроволновке. У нас список из 15 номеров телефонов, чтобы связаться с тремя нашими родственниками. Мы отправляем email своему коллеге в соседней комнате. Мы потеряли контакт со своими друзьями из семьи, потому что у них нет адреса электронной почты. После рабочего дня мы возвращаемся домой и отвечаем по телефону, что мы еще на работе. Мы впадаем в панику, если дома забываем мобильный телефон и обязательно возвращаемся. Мы просыпаемся утром и первым днем что делаем? Подключаемся к интернету, а потом только готовим кофе. Мы улыбаемся скосим голову на бок. Мы не знаем своих соседей по лестничной площадке. И куда-то делись наши бабушки на лестничной улице. Посвящается нашим. Всего вам доброго, всего хорошего. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Кухон. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...